всем привет друзья добрались до моря наконец-то распогодилась шторм мощнейший шторм закончился море успокоилось решил взять с собой сегодня свой новый travel skywalker light game 825 от herty rise 5-часник в сложенном состоянии компактный интересная удочка для путешествий тест 2 16 граммов рост 249 в общем сейчас покидаю пилькеры попробую ну ни на что не рассчитываю хочу хотя бы потестировать так сказать опробовать удочку и поделюсь своими впечатлениями взял с собой коробку небольшую пикеров ну тут в основном десятки двенашки до 15 граммов для начала поставлю семерку это копия на джек пара микрослим от major craft шнур поставил 0 6 здесь у этой удочки тест по шнурам от 0 4 до и нички 0 6 будет такой оптимальный вариант но такое море принципе вода чистая небольшой накатик ветра почти нет попробую ой чайки чайку бы не поймать как не из-за волн и ряби честно говоря нифига не видно было где упал пилькер народе недалеко улетел сейчас попробую еще надо я думаю все таки укрупняться утяжеляться 7 граммов маловато сейчас заброс в принципе несмотря на то что ветерок дует 7 граммов неплохо летит по анимации вообще отлично 7 грамм бланк практически не нагружается многие писали после моей распаковки что вершинка сопливая вершинка мягкая под пилькеры не пойдет да как это не пойдет ребят но я не первый день и ловлю на море были у меня и более мягкие удочки они прекрасно дружили с пилькерами я думаю тут как раз граммов от 5 если ноль третьем ноль четвертом шнурке граммов от пяти будет отлично и бросать удочка и по верху до пятнашки но так вот 7 граммовый не пилькер на 06 шнурке не в идеальную погоду но летит не знаю метров на 45 наверно сейчас буду утяжеляться и хочу обратить внимание что разнесенка у данного спиннинга компактная это позволяет это позволяет выполнять рывковую анимацию вершинкой вниз если у меня на да и на всех ксестах ранвей слс рукоятка длинная удобно выполнять анимацию подбросами выполнять подбросы то здесь можно и вниз твичить и вверх благодаря такой компактной рукоятки вот мне нравится и на брида не многочастники четырех частники треволизм кабин 704 тоже коротенькая рукоятка удобно выполнять рывки вниз поменял приманку это копия на солд нашел донган десятка по весу вообще не видно где где он падает непонятно ну вот десятка десятка тоже никаких вообще проблем вершинка хоть и такая живенькая но прогружается конечно на подбросах на рывках но поскольку пикеры приманки не упористые без проблем удочка продергивает десятку сомнений нет у меня до 15 граммов удочка будет продергивать пикеры десятка хорошо так уже улетает в общем такой инструмент подойдет для ловли саргана на черном море для ловли также из тавритки пилогической на пикеры на стики того же луфаря то я думаю даже попробую покидаю миножки кое-какие у меня компактные есть но удочка комлистая прям комель чувствуется такой мощный вот она до 16 граммов какая-то есть уверенность надежность в этом инструменте в случае если даже хорошая какая-то рыба сядет то перед трофеем спиннинг точно не спасает этот спиннинг и хорош будет и в джиге при ловле на буллеры граммов наверное от 4 попробую подергивать пилькеры вдруг тут сорганчик будет все-таки подойдет мне кажется я до него не докидываю нужно дальше бросать сейчас еще буду утяжеляться как раз погоняю спиннинг по верхнему тесту по низам не буду пробовать во-первых шнурок 06 стоит и кидать пилькеры грамма 3-4 ну такое себе занятие так перехлестнулся пилькер у меня будут хорошие подходящие условия поставлю шнур потоньше катушку поменьше и попробую уже опробую спиннинг по низам а тут ну получается практически от середины теста и до верхней границы покидаю приманки ну в общем такой инструмент для берега при ловле того же саргана на средних дистанциях не сверх дальних если сарган стоит далеко то тут по-любому нужно спиннинг подлиннее девятку как минимум ну то есть где-то длиной 270 280 оптимально чтобы забрасывать приманки от 10 грамм подальше ну оснастил я 3000 катушкой на самом деле ну сюда мощновато сюда в идеале бы 2500 подошла но у меня тут 0,6 шнуров намотан поэтому соответственно 3000 серты поставил пилькеры 12 граммов ну 12 поинтереснее летит но все равно скажу что заброс конечно не феноменальный для достижения максимальной дальности броска нужно и шнур ставить тоньше я бы 0,4 бы поставил и ловил бы на веса как раз 7-12 граммов было бы самое оно так ну рыбку бы поймать но что-то что-то чувствую сегодня без рыбы в общем заброс неплохой спиннинг с пилькерами от 7 до 15 граммов дружит отлично можно рассматривать как для черноморского побережья так и для кого-нибудь стритфишинга ловля жереха на пресняках но кроме пилькеров стики можно гонять попробую все-таки я не ножки типа сперхатриуки подергать ну а всякие разнесенки типа дропшота отводной поводок также и на джиг можно ловить обязательно проверю его как он в джиге как у него вообще с тактильной чувствительностью но это будет уже другая история другая рыбалка в целом удочка приятная кто летает на отдых в ту же средиземку еще какие-нибудь страны также можно эту серию удочек рассматривать для таких поездок я обязательно оставлю подсказку на предыдущее видео где я более подробнее рассказывал об этой удочке была распаковка о технических характеристиках о первых своих ощущениях можете кому интересно перейти и посмотреть сарган клевать не хочет поздновато приехал конечно уже вечер солнце садится так бы если бы в первой половине дня был здесь может быть было бы поинтересней а так есть конечно вероятность поимки рыбы но невелика повесил 15 граммов граммов хочу сказать что не чувствуется перегруза при забросе и анимация прекрасная то есть спиннинг не валится продергивает нормально эту приманку в общем можно запросто гонять пятнашки короче говоря вот по саргану на черном море самые такие ходовые веса от 7 до 15 граммов этой удочки по зубам видимо саргана нет не клюет но тоже не в этот раз море шикарное уже декабрь погода просто супер аж не верится что буквально несколько дней назад здесь творилось что-то страшное волны под 8 метров вот тут образовался пляж здесь пляжа этого не было здесь лежали вот такие здоровенные валуны а теперь пляж можно спокойно тут ходить покажу вам вот этой гальки вот этого ничего не было здесь здесь были вот такие здоровенные каменюки и все собственно намыло море после шторма образовался такой мини-пляжик 50-я миножка типа до сперхотреулки но так себе из-за ветра конечно непонятно ой-ой-ой море наступает ну когда погода богоприятная можно и такие вот компактные воблерки бросать ну как по мне удочка больше заточена под всякое железо типа пилькеров какие-нибудь джиговые истории буллеры техас дропшот отводной ну а также можно в принципе какие-нибудь неупористые воблерки гонять компактные сейчас наверное еще 60 миллиметров поставлю приманку несколько забросов сделаю поставил шестидесятый воблер тонущий копия на дуо сперка трюки вес около 9 граммов наверное 8 ветерок такой боковой поддувает если честно но так себе летит метром его сносит извиня извиняюсь за звук ну вообще вполне можно даже ту же беглянку ловить на море на воблер и лов фар запросто можно думаю по воблерам оптимально будет от 50 до 80 друзья ну ветер что-то разыгрался еще раз закину ну да ветер ветер конечно мешает ну так метров наверное на 25 улетел воблер недалеко конечно если будут условия более благоприятные то можно я думаю метров на 30 35 забросить 60 ну да плюс-минус одинаково он летит шнур парусит выдувается дуга а так там можно можно на воблер и при желании ловить какую-нибудь прибрежную рыбешку ну и того же жереха почему нет на на пресняках в реках с течением или без течения где у вас там обитает жерех можно эту рыбешку ловить на воблер и друзья ну вот на закате с часок получилось потестировать удочку в принципе ожидаемо я ее в общем-то и брал под пилькеры сегодня погонял от семи до пятнашки и уверенно спиннинг их продергивает заброс достойный не сказал бы что какой-то супер дальний плюс погода не идеальная но тем не менее шнур был 06 такой в принципе по заявленному тесту если смотреть на что указано на бланке от 0 4 до единички это практически золотая середина но я бы наверное 0504 бы сюда ставил если если ловить именно по низам а так по верхам если гонять 06 8 жильный шнур вполне будет этого достаточно по воблерам ну при желании можно тоже миножки неупористые ну и стики от 50-х наверное до 70-х стики можно и до 80-х я думаю вот осталось поймать только рыбку на море видите погода такая переменчивая и количество рыбалок у меня зимних стремится к нулю крайне редко выбираюсь потому что сложно подгадать погоду ну вот ну и время найти для рыбалки поэтому думаю буду выезжать на степные реки еще там половлю этим инструментом мы обязательно за зиму его обрыблю поделюсь в общем-то с вами интересно посмотреть как он будет отрабатывать на рыбе всем спасибо за просмотр и всем пока пока